Это ваш, опять же, я повторюсь, список целей, то, во что вы верите, уловили идею, то, какими людьми вы себя окружаете. Я просто сейчас, ну, не повторяю, опять же, специально 10-40-50 процентов. Все знают это? Круг, а чего все это за это? 10-40-50 процентов. 40 процентов, твое мышление, твоя установка, точка. Уловили идею? Точка, твое мышление. Помните, там мышление, с чего правильно начинается? С выбора верной позиции. Четыре позиции существуют, ребят. Четыре. Позиция номер один, какая? Я попробую. Вторая позиция. Я сделаю, если. Знакомая? Ну, я попробую 12-й игру. Или я сделаю, если лето будет не жаркое. Если ребенку будет не 24 дня, а 240 дней. Ну, вы понимаете, в чем дело? 24 дня. 24 дня. Повезло. Ребенку повезло. С мамой. Понимаете, в чем дело? Мы не были у сына ни на одном дне рождения, начиная с 7 лет, до 15. Ни на одном. Потому что с 11 лет мы на бриллиантовой конференции ездили, и это выпадало как раз на его день рождения. Понятно, да, идея? А до этого вот так совпадало, что семинары какие-то выпадали на этот момент. Мы не были. Но 15-летие наш сын отмечал в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. И я помню, мы сидим с ним на Сахарной горе. Знаете, там есть такая фигнушка? Конечно. Видели? И вот мы сидим с ним, смотрим на всю эту красоту. А там гавани, яхты подъезжают. Понимаете, в чем дело? Сидим, смотрим. Знаете, так сели. Знаете, ну, там парапет такой. Ноги свесили. Сидим, я и он сидит. А Наталья там с девчонками общается. Я говорю, Ян, а ему 15 лет. Как раз здесь, 15 лет, 23 января. Я говорю, Ян, мы первый раз, говорю, за 8 лет с тобой день рождения отмечаем. А знаете, что он мне говорит? Пап, огромное вам спасибо. Я вообще не помню, отмечали вы с тобой день рождения, не отмечали. Он говорит, спасибо вам огромное, что я свое 15-летнее отмечаю в Рио-де-Жанейро. И потом он мне сказал такую вещь. Он сказал, знаешь, спасибо вам за то, что вы всегда давали мне повод гордиться вами. Потому что я гордился, когда ты подъезжал ко мне вначале к школе на Семерке, потом на Реномеган, потом на Пассате, потом на Туареге. Понятная идея? Ну, БМВ это сейчас. Потому что однажды на родительском собрании у Яна учительница наехала на одну девочку, почему не пришли ее родители. Та заплакала и сказала, мне стыдно, чтобы мою маму видели. Она бедная, и мне за нее стыдно. Чего вы закатываете глаза? Скажите, пожалуйста, хочет ребенок гордиться своими родителями? Хочет ребенок с гордостью говорить, что вы ездили отдыхать на Мальдивы, на Гуа или еще куда-то? Хочет, скажите, или нет? Хочет ребенок гордиться красивой мамой и папой? Небухающими, трезвыми, в стиле велнос живущими, одевающимися модно. Хочет? Хочет. И вы хотите. Понятная идея? Кстати, для старшего поколения я всегда говорю, это самое лучшее, что вы можете подарить своим детям, это что? Свое здоровье. Чтобы за вами утки не носили дети. Понятная идея? Когда вы состаритесь. Чтобы вы нафиг, если уж умирали, блин, на горной трассе, 89 лет. Понятная идея? Уловили идею. Я хочу, чтобы мне под 90 лет я садился на какой-нибудь хаммер и своим внукам говорил, салабоны, смотрите, как надо жить. Понятная идея? Вот какой стиль жизни нужно выбирать себе. Что для этого нужно делать? Что для этого нужно делать? Одна регистрация в день. Это поток. Это должен быть постоянный поток. Уловили идею? Это ко мне относится. Это к каждому, кто здесь сидит, относится. Уловили идею? Одна регистрация каждый день. Дальше, само собой, грамотное вовлечение. СМС-ки это не единственное. Уловили идею? СМС-ки это не единственное. Я очень часто задаю вопрос нашим партнерам, сейчасшним партнерам, которые еще не выходят на большие доходы. Ребята, кстати, я вам могу сказать. Скоро компания такую офигенную штуку ведет, что на лопатки все сетевые компании положат. Это стоп-доп. И такие бабки будете зашибать. Просто мама не говорит. Поверьте, я знаю, что я говорю. Потому что лично это обсуждали с Магустом. Разговор не об этом сейчас. Я задаю очень многим своим партнерам, кто сейчас пока не зарабатывает. Я говорю, слушай, дружище, скажи, пожалуйста, а почему, когда трудно было, ты не уходил? Почему оставался? И вот очень многие мне говорят, я сюда пришел за деньгами, но остался здесь. И за той атмосферы, которая здесь есть. Вот кто согласен с этим? Что атмосфера играет в труд? Уловили идею? Деньги, ребят, придут. Придут, они никуда не делаются. Понятная идея? По поводу денег, я вам просто расскажу историю, чтобы вы понимали. Деньги догонят. Вы только понимаете правильно, что вы не на наймовой работе, а вы сейчас бизнес-систему свою создадете. Уловили идею? Однажды у меня в Казани была презентация с одной девушкой. Она пригласила свою сестру. А сестра пришла, ну, разносить меня. Понятная идея? Ну, то есть вдоль и поперед. Она в таком прям чувствовалась, в боевом настрое шла. И вот я и рассказываю, она меня постоянно перебивает. У нас с ней договорились. Я говорю, давайте делаем так. 20 минут мне дайте, я вам расскажу, а потом перебивайте. Все, 20 минут. Я ей рассказал, что хотел рассказать. Я говорю, теперь давайте вы. Она говорит, и что? Вот она у вас тут уже почти 9 месяцев. И нифига не зарабатывает. Я говорю, хороший момент. Скажи, пожалуйста, сестре говорю, сколько ты здесь зарабатываешь? И она так, ну, таким неловким голосом говорит. Там, порядка 3 тысяч. Ну, 3 тысячи. Она говорит, ну, вот, вот, видите, 3 тысячи. Я говорю, да, 3 тысячи. Скажите, я говорю, а вы сколько зарабатываете? И она такая, 28 тысячи. Я говорю, 28 тысячи. 28 тысячи. Пишу, 28 тысячи. Так, 28 тысячи. Хорошо. Стаж работы можно узнать, говорю, ваш? Ну, если не секрет, конечно. Она говорит, 18 лет. Я говорю, 18 лет. Зарплата 28 тысячи. 18 лет. Зарплата 28 тысячи. 18 лет. Она говорит, что вы тараторите? 18 лет, 28 тысячи. Я говорю, 18. Я вот просто хочу понять, говорю, 18 лет в нашем бизнесе доход 28 тысяч. Или через 18 лет у вашей сестры другие деньги будут? Скажите, пожалуйста, вы неужели считаете, что 18 лет и 28 тысяч – это предел успеха? Скажите, какие у вас перспективы? Насколько зарплата повысится? Тут-то главный голос. Вот только не врубить тут, знаете, вот, типа, сама коза. Ну, понятная идея? И тут только вот, ну, поняли идею? Не поругаться, не обидеть постараться. Уловили идею. Вот тут постараться. У нас же не воевать задачу. Уловили идею. Я говорю, задумайтесь. Вы просто сами задумайтесь. Ведь, я говорю, экстрасенсом мне надо быть. Когда вы выйдете на пенсию, сколько у вас будет? Вы понимаете, в чем дело? Я говорю, да, у нее 9 месяцев, и доход пока 3 тысячи. А теперь у меня вопрос. Я говорю, вы сестру любите? Она говорит, конечно, я ее люблю. А вы хоть раз, хоть раз ей сказали, чем тебе помочь? Вы хоть раз сестре, любимой сестре сказали, чем тебе помочь? Вы хоть раз попытались выяснить до конца, почему она пришла в этот бизнес? Уловили идею? У меня с одним мужчиной был очень жесткий разговор на эту тему. Я уже не выдержал. Я его отвел в сторону, потому что при женщине нельзя мужчину ругать. И я ему сказал, знаете, что он наедине? Я говорю, знаешь, что, дружище, ты думаешь, если бы твою жену все устраивало, она бы пошла искать доход на сторону? Ты что думаешь, если бы твою жену все устраивало, она бы... Скажите, девчонки, но если бы ваш муж вас обеспечивал хорошей квартирой, путешествиями, да нафиг вам этот бизнес? Ну, по-честному. Понятная идея? Поэтому, мужчины, сделайте так, сделайте так, чтобы вы в этом бизнесе преуспевали вместе. Те мужчины, кто в видео это будет смотреть, сделайте так, чтобы вы стали плечом к плечу рядом со своей любимой женщиной. сделайте так, чтобы у вас проблемы были общие. Сделайте так, чтобы вы здесь достигали результата вместе и достойно держали чеки вдвоем. Понятная идея? Просто в определенный момент в семье может сложиться так, кто-то работает на настоящее, а кто-то на будущее. Это всем понятно, что означает? Может быть, муж будет работать на что? На настоящее, сейчас, чтобы, то есть, ну, семья не голодала, а жена будет работать на будущее. Понятная идея? Но каждая роль играет важную составляющую. Идея понятна? Важно то, что я сейчас вам говорю. Итак, рекрути, каждый день одна регистрация, смс наверх. Что такое атмосфера? Ребят, атмосфера, это не когда все чмоки-чмоки. Рабочая должна быть атмосфера. Бизнес-атмосфера. Уловили идею? Когда со мной начинает торговаться на тему, сколько я работаю, я говорю, знаешь чего? Я тебя не зову сюда, ничего не делаю. Я тебя зову сюда, деньги зарабатываю. Понятная идея? Какие торги? Что за торги еще? Два часа, три часа. Делать сколько надо? По максимуму. По максимуму, сколько можешь. Понятная идея? Используют любой момент, любую свободную минуту, чтобы быстро сделать результат. Уловили идею? Мы не зовем вас сейчас работать годы до бриллиантового уровня. Мы зовем вас делать бриллиантовые квалификации за год, максимум два. Уловили идею? Год-два. Максимально засучить рукава, год-два. Отложить все мероприятия. Понятная идея? Вот этой весной и летом мы отменили свои отпуска. Ребят, вот сейчас, в данный момент, сегодня, какой у нас час, кстати? 23. 23. Завтра мы должны были улетать на Нью-Йорк. С командой бриллиантовых директоров нашей организации. У нас по плану это было запланировано еще в прошлом году. Но мы отменили эту поездку. Почему? Мы сказали себе, что вот этот год и следующий год мы сделаем все для того, чтобы в наших командах появилось максимальное количество бриллиантов. Понятная идея? Сейчас окно. Уловили идею? Сейчас окно открыто. Что означает окно открыто? Сейчас нет пока большого количества профессионалов в этом бизнесе в онлайн. Уловили идею? Нету. Окно открыто. Запомните, через два года останется открытой только форточка. Я понятно объясняю? Поэтому сейчас вот это открытое окно нужно использовать. Поэтому, если вы планировали какие-то долгосрочные отпуска, отменить их. Но это не значит, не надо отменять какие-то семейные отдыхы. Надо делать. Только знаете, что сделать? Сделайте один день отдыха, но необычным. Можно это сделать? Но необычным. Не как всегда. Сделайте это вот с изюминкой. Уловили идею? Сразу я так вижу по глазам. Так, 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 что сделать? Что сделать? Чем его удивить? Удивите мужа, девочки. Удивите. И потом скажете, Эдуард научил нас. Эдуард. Удивить мужа, но сделайте так, чтобы у вас отдыха этим летом было чуть-чуть меньше, чем обычный. Понятная идея? И сделайте его таким вот коротким, но ярким. Уловили идею? Вот это окно сейчас крайне важно использовать. Следующий элемент. Следующий, завершающий элемент. Вот эти две позиции, они вообще никак не катят. Договорились? Мы их убираем. Есть третья позиция. Какая? Я сделаю все возможное. Очень опасная позиция. Очень опасная. Почему она опасна, эта позиция? Когда я слышу, человек мне говорит, Эдуард, я работаю. И ведь фиг подкопаешься. Ну и в самом деле работает. В самом деле, ну, понятная идея, чата ведет, там, что, людей обзванивает, иногда рекрутирует. Понятная идея. Ну и фиг подкопаешься. Вот тут я всегда говорю, делай невозможное. Вот это крайне опасная позиция. Крайне опасная. Вот эту позицию запишите себе. Я не буду здесь писать, я ее называю позицией ИБД. Все знают, что это такое? Это позиция, имитация бурной деятельности. Понятная идея? Я говорю, не работай, но делай результат. Понятная идея? Не работай, но делай результат. Потому что четвертая позиция, самая верная. Какая? Я делаю результат. Все, точка. Я делаю результат. Точка. Я делаю результат. Точка. Понятная идея? Вот в этом каталоге 13-й, 14-й команды мы запланировали, что у них будет железобетонно 15% в следующем каталоге, 18% и через каталог мы с ними открываем 22%. Понятная идея? В одной команде очень тяжелая была ситуация. Рекрутинг каждый день, рекрутинг каждый день, рекрутинг каждый день. И у нас там в этой команде появляется Лариса. И это Лариса. За один каталог делает 9%. За один каталог, прошедший каталог. На первой неделе в среду регистрируется и 9%. Понятная идея? Мы говорим, она в пятницу нам звонит, у нее 667 баллов. Мы говорим, Лариса, поздравляем еще. Она говорит, я буду делать 9%. Мы говорим, Ларис, не надо. Зачем? Нормально давай, работаем, все хорошо идет. Ребята, вчера суббота у нее 1100 с лишним баллов. Откуда? Вот некоторые говорят, как? Рекрутируйте, вы найдете этих людей. Ловили идею? Но если вы мало рекрутируете, если вы рекрутируете, но рекрутируете с блеющим голосом, извините меня за выражение, с неуверенностью, вы никогда не найдете таких Ларис. Эти Ларисы, кого еще? Сильных людей. Понятная идея? Они ищут людей, которые знают, что хотят. Они ищут уверенных людей. Понятная идея? Они идут за теми, кто знает, что хочет. Уловили? Вот только так. Четвертая позиция. Просто сами себе скажите. Я делаю результат. Точек. Вот запишите сейчас, пожалуйста, в себе завершение, какой результат вы сделаете в шестом каталоге. И точек. Какой результат у вас будет в шестом каталоге? И точек. Вот вы все, вы приняли решение, никому не показывайте. Себе напишите. Для себя напишите. И сделайте так, чтобы это... Не надо грандиозно писать. Уловили где? Не надо писать так, чтобы потом стыдно было перед самим собой. Напишите реальную цель. Реальную, которую вы, железобетон, сделаете в этом каталоге. Понятно? И в шестом. И вы это сделаете точно. Договорились? Запишите себе задачу, что в этом каталоге у вас будет железно 20 личных регистраций. Договорились? Железно вы это будете делать. И сами себе дайте обещание, что вы спать не будете ложиться, пока не будет сделано одну регистрацию. Договорились? Железно. Сами себе дайте обещание, что вы будете лучше наставником для своей команды. Понятный день? Лучше. И не важно, как с вами работали. Вы сами себе скажите, что моя команда будет гордиться тем, что они попали в мою команду. Понятный день? Это не курица на сетах. Это человек, который является примером для своей команды. Договорились? Так и больше никак по-другому. И еще раз хочу подчеркнуть. Вот в этом году, в этом году я отменил все свои отпуска. Я понятно объясню? Я буду делать все для того, чтобы игроки нашей команды, ключевые игроки нашей команды добились своих целей. И делать буду чуть-чуть даже больше, чем надо. Я понятно объясняю? Железо-бетонное. В нашей организации будет самое большое количество бриллиантов. Железо-бетонное. Мы будем делать все для этого. Не за вас. Не я за вас. Не вы за меня. Мы будем это делать вместе. Договорились? Так и больше никак по-другому. Ну что, дорогие друзья. С кем-то из вас? С кем-то из вас. Мы увидимся когда? Завтра. Завтра с директорами, да. Сегодня. С кем-то из вас. С кем-то из вас. С кем-то из вас.